В сельских амбулаториях по-прежнему остро стоит кадровый вопрос. Не хватает узких специалистов, терапевтов, неплохой стимул получения подъемных на приобретение жилья. Копилку медицинских кадров курорта уже пополнил 21 специалист именно в рамках программы «Земский доктор». Мария Ткаченко получила долгожданный диплом о высшем образовании всего год назад, когда встал вопрос о дальнейшем трудоустройстве, переехала в Анапу. Специалистов таких мало здесь, поэтому наоборот пациентов очень много, все идут, идут, идут. Так что практика получается солидная. 35-40 пациентов в день удается принять. Молодому специалисту приходится непросто. Тяжело очень самому доктору одному всего добиваться. Миллион рублей, полученный в рамках программы, стал для нее хорошим подспорьем в приобретении квартиры. В этом году возрастной предел участников программы увеличили до 45 лет. Возможности улучшить жилищные условия появились не только у молодых специалистов. Решила попробовать, потому что шанс неплохой. Я переехала сюда с другого региона, поэтому, конечно, если обживаться здесь, то это хорошая возможность вложить эти средства в покупку хотя бы жилья, чтобы здесь остаться, жить и работать. Работы у педиатра немало. В селе Витязева рождаемость высокая. Потому долгожданный врач-педиатр не сидит ни минуты. Мария отмечает, что дети в селе более здоровые, чем в большом городе, откуда она приехала. Маленькие пациенты делятся с ней своими переживаниями и внимательно следят за каждым движением. Главное – лечить малышей с любовью и теплотой. Тепло и море привлекло в когда-то родной город Анапу и Романа Требухова, опытного хирурга. Несмотря на 12-летний стаж, выбранная специальность по-прежнему для него самая лучшая. Программа «Земский доктор» стала дополнительным стимулом для переезда. Об этой программе я уже давно слышал. Так как работал в городе, жил в городе, не было возможности воспользоваться. Приехал в село, здесь сотрудники, коллеги рассказали, что получают деньги. И тоже оформил все эти документы. Это уже привлекло тысячи специалистов в село. И специалистов не только молодых, скажем так, потому что возраст сейчас расширен до 45 лет. Поэтому, безусловно, эта программа действует. Еще одна сторона медали – специалист должен пять лет отработать в сельской местности. А поскольку часто узкие врачи здесь в единственном числе, приходится совершенствовать свои знания и умения, получать опыт и повышать качество лечения пациентов. «Замечательно действует эта программа, потому что мы могли приблизить к себе узких специалистов и непосредственно к пациентам. Им не нужно ехать в город, куда-то, может быть, иногда даже в Краснодар. Они могут получить квалифицированную консультацию здесь». «В этом году к нам пришли терапевт, педиатр, лор, врач, хирург. Планируем еще всего тоже в этом году, надеемся, что мы пролицензируем эндокринологию. К нам придет молодой доктор-эндокринолог и врач-невролог». В Витязевской амбулатории кадровый вопрос остроту потерял. Правда, встал новый – строительство или оборудование дневного стационара. Пока это только в планах.